Привет, я к Тане. Таня, позови, пожалуйста. Эй, эй, что с тобой? В батарейке сели? Ее нет. Как нет? Мы же договаривались. Ну, подруга. Слушай, не знал, что у Таньки такие классные подруги. Я еще в прошлый раз заметил. Короче, где она? К Сереге пошла. К Никеву? Ну да, типа того. Давно? Когда придет? Там вот мама ее сидит на кухне. Да ты проходи, подожди ее у нас. Ладно, пошли. Какое красивое. Настоящее. А блестит как. Ну что же ты, примерь. Ну как? Ну как? Очень жалко, что нет слов. Я надеялся, что будет одно слово. Да. Так ты делаешь мне официальное предложение? Если ты ничего не имеешь против. Я ничего не имею против. Я так боялся, что ты скажешь. Нет. Поэтому ты мне решил подкупать колечком? Лучшие друзья девушек – это бриллиант. Сама видишь, действует безотказно. А знаешь, что самое смешное, я когда вот шла сюда, я подумала, господи, как же я его люблю. И, знаешь, мне так захотелось, чтобы ты меня снова спросил, согласна ли я. Поэтому, видимо, зря ты тратил все на колечко. А ну отдай. Нет, не отдам. Отдай. Нет. Отдай, я продам его по спекулятивной цене. Отдай. Нет, оно моё. А ну отдай. Нет. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить, ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что всё меняется потом. Чужая ревность, как беда, начнет дождем, приходит в дом. Две волны, друг друга снежно, обнимают две любви. Под ним огнём в ночи сияют две души, Как две весны, как я и ты. Пусть даже не судьбы, Лишь корабли в открытом небе, Где любви живут, а значит, есть на свете. Я и ты. Я и ты. Катя, привет. Константин Романович, а вы чего здесь? Садись, хочу с тобой поговорить. Слушай, может зря я у вас поселился. Я слышал, что у тебя из-за этого проблемы. Какие ещё проблемы? Ну, одноклассники твои всякие шуточки отпускают. Ой, да плевала я на них. Константин Романович, не заморачивайтесь. Точно? Да я же говорю, сама разберусь. Не берите в голову, всё нормально. А чего грустная такая? Я не грустная, я нормальная. Может, влюбилась? Да ещё чего. А я в твое время уже влюбился. Была у меня первая любовь. Девочка из параллельного класса. Страдал я жутко. А сейчас понимаю, замечательное время было. Письма ей писал, в почтовый ящик подкладывал. Как там, я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, у всех золотых знамён, у всех ночей. Я ключи закину и псов отгоню с крыльца. От того, что земной ночи я вернее пса. А? А это кто? Марина Цветаева. Нравится? Обалдеть. А вы не могли бы ещё почитать? О чём? Ну тогда, о любви. Ты чё? А я что, тяжёлый перелом мозга был? При чём здесь Галька? Я про Таньку говорю. Ну ты же хотел на ней сам жениться-то. Что, я? Нет, я здесь ни при чём. Ну она об этом всё время твердит. А английской королевой она стать не хочет? Нет, она тебя хочет. Да это мать твоя меня хуй... Её на меня наусь кихает. Ну вообще-то она может. Это что получается, Вадик? Без тебя тебя женили, что ли? А Галька-то губище раскатала. Ведь ты меня извини, она не в моём вкусе. Я понимаю. Танька... Я... Я... Её не понимаю. Бабы передо мной штабелями ложатся. Ой, да ладно, прям штабелями. Только щёлкни, отвечай. А это... А она что хочет? А это... Скажи, вот ты же брат, ты... Ты должен знать. Так не, я двоюродный. Вадик, я не рус, ну не родной же. Да вообще-то брось, выпрыгайся с головы. А они вообще не понимают, что хотят сами. Вообще, бабы, они же думают, ну, тем-то, на чём сидят вообще. Воскло же. Вадик. А ты заставь её ревновать, а? Я серьёзно. В момент прибежит. Я тебе серьёзно говорю, я там что-то знаю. Тем более, ты можешь... Ну, тебе есть на... Ну, с кем это изобразить. А? Что жалко, что ли? Ну? Не, я не хочу. Что? Что? Ну, не хочешь, как хочешь. Во! Идея. Идея. Значит так, едем ко мне домой. Там с Галькой изобразишь шуры-муры. Ну, слава богу, это не сложно сейчас, не ситуация. И тогда... Танька, как увидит, в момент заревнует. Да точно тебе говорю, как миленькая заревнует. Ни фига не выясняет. Ну, как пить дать, Вадик? О, надо выпить. Бабы — это гулящий и лживой народ. Чтоб на их улице никогда не было праздника. За нас, мужиков. Да. Слушай, а мы с тобой же не пьяны же. Ты чё? Я таким трезвым никогда не был. Вот. А если бы сейчас здесь бабы квасили, вообще бы под столами давно валялись. Отмечаю. А в институте у вас как дела? Нормально, всё хорошо, только задают много, а так ничего. Таня, он вообще всё как орешки щёлкает. Так рада я, что вы с ней подружились. Мы когда в Москву приехали, только так всего перепугались. Всё такое необычное, новое, а ритм жуткий. А вы ей всё показали, всё рассказали. Я от неё только и слышу, какая Таня замечательная, какая Таня прекрасная. Слушай, а давай ты мне тоже всё расскажешь, всё покажешь. Вы знаете, Таня ведь тоже во многом не помогает. Ну, с учёбы, к примеру. Танечка, вы подождите, она придёт скоро. Придёт. Я что вот хотела спросить у вас. Вот Таня, друг Сергей, он, ну, что за человек, хороший парень. Даже очень. Я понимаю, только рановато ей ещё роман-то крутить. Учиться надо. Я ей всё время об этом говорю, так разве послушает? Таня, может вы с ней поговорите? Обязательно. В общем-то, мне пора. Я пойду, пожалуй. Танечка. Да посиди ещё, сейчас она придёт. Она придёт, непременно. Она же девочка обязательная. Танюш, давайте я вам ещё чайку налью. Нет-нет-нет, спасибо большое. Я уже напила сегодня чая. Сходи, друг. Будь как дома. Ну, не забывай, что ты в гостях. А почему меня не встречаешь? Где плаги? Оркестр, почётный караул. Хлеб, соль. Непорядок. Давай, Витька, зови всех. Гулять будет. А теперь я, как честный человек, должен на тебе жениться. Женись. Кто ж тебе мешает? Ну, раз ты меня так просишь… Это я прошу? Это я прошу его? Ах ты, это я его прошу! Ах ты, не успели пожениться! А ты меня уже не лодишь! Я тебе покажу! Да удаются же нам ужас своего! Аа, не знаю! Аа, не знаю! Аа, ааа! Ааа, я на меня никогда не бою, не пломни. Ааа, только не пломни. Ааа, ладно. Давай помечтаю. Ты какую свадьбу хочешь? Я? Не знаю. Еще не думаю. А ты? А я вот не люблю все эти сборища. Нет, если ты что-то хочешь грандиозное, то закатим на весь мир. Нет, ну на весь мир-то не надо, конечно, да и негде нам, и денег не хватит. Только разве что можно с Таней бариновью поговорить. У нее дом огромный, хоть сто человек влезет. Танька. Господи, ваше мужское. Сколько сейчас времени? Ты куда? Меня Таня ждет, у нас сегодня занятия назначены. Отпусти, ты что? Мама, пусти, да у нас, я тебе говорю, пусти, у нас Таня. Тебе больше нечем заняться, да? Дурачка, отпусти, ну у нас действительно занятия. Ай, какой ты сильный, тут нужно, пожалуйста, вы сажите. За здоровьем. Дам. Дам. За вас. Ой, Вадь, Середочка, грибочки. А давай я тебе, знаешь что, борщ разогрей. Давай? Не хочешь? Ой, напрасно отказываешься. Говоря, такой борщ сварил, закачаешься. Видите, а по три тарелки съедает. Да, Галькин супец, это что-то. Она вообще много чего может, повезло тебе с ней. Не, не, я в смысле, вот сейчас начнем возить эти обеды в офис. Она тебе таковно готовит, мандрага. Драга? Ну дай человеку поесть спокойно, да? А я что? Спасибо тебе, Галя. Спасибо тебе. А дай я тебе поцелую. А? Вот. Где Татьяна? А зачем она тебе? Да. Валь, хочу видеть свою подопечную. А шут ее знает. Да, 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 кто ее знает, где она может ночами шляться? Вот понаехали тут из тьмы таракани, и знаешь, как медом она тут помазана. Ты, наверное, с мужиком где-то шляешься. Валь, ну что ты гадости-то про людей говоришь? А что? Таня пошла с парнем, со своим Сергеем погулять. Ну я же и говорю, с мужиком, а что? Ну что? Что? Факир был пьяный, фокус не удался. А вот и нет. Еще не вечер. Терпение, мой друг. Терпение. А сейчас я предлагаю посидеть немножко еще в засаде. Давай. Еще по одной. Эй, эй, помедленнее. Не чистите, а, мальчик. Спокойно, мальчик. Ну. Витя, хватит уже. Цыц! Тихо! Давай, сиди смирно тут. У меня есть тост. Слушайте все. Тш-ш-ш. Лобби пора. Так. Тихо. Будем считать, что я встал. Деньги, работа, вот эта прекрасная жизнь, это все, это все фигня. Тихо. 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 Хочу выпить за истинной ценностью. За семью. Нормально. Мать. Так, короче, у меня хорошая идея. Сейчас давайте, сейчас все вместе встанем, будем петь. Давайте. Ань. Вить, ну ты же к соседям разбудишь, ты так поешь громко. Так, сиди, женщина, молчи. Молчи и слушай. Молчи и слушай, как поют мужчины. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тут жить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тут жить. Ну подожди, ну что ты все время убегаешь куда-то? А что, мне здесь все ночь торчать? Поздно уже. Да и наслушался я этих ваших песен на сто лет вперед, пока. Ну погоди. Слушай, ну, помнишь, в фильме было, я типа старый солдат, не знаю слов любви. Ну, в общем, давай как-нибудь тусанемся вместе, что ли? Я подумаю. Дима, ты где? Иди сюда! Слышь, братец! Иди, налито? Ну, да. Слушай, я тебе позвоню, ну-ка. Конечно, конечно, ты мне позвонишь. Да? Точно? Точно, я буду ждать. С нетерпением. Точно, я буду ждать. Ну, уже ответь, черт возьми. Ну, уже ответь, черт возьми. Ладно. Я перехожу в наступление. Олегер ком Олегер. Я все равно тебя достану. ПРОВЛЕННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы позвонили братьям Никифоровым. Сейчас мы заняты и не можем вам ответить. Ну, а может, не заняты, но разговаривать не хотим. А вот после гудка оставьте своё сообщение, и мы обязательно вам перезвоним. Надеюсь, Сергей найдёт время перезвонить Татьяне Бариновой. Иначе о хорошем настроении придётся забыть. Та-та-та-та-та. Сейчас. Убери, убери, убери ты что! Нельзя пустую на стол. Нет, ты что! А то полные не перезут. Предлагаю вам сейчас выпить за мужскую дружбу настоящую. Все готовы. За нас, за мощь. Подожди не сказали. Кстати, анекдот помните? Дим, потом. Сейчас мужик мужику говорит. Ну, с какого он говорит? Ну, всё, я сейчас тост узнаю. Люблю тебя, говорит. Не понял? Так, ну, такой анекдот. Ну, хорошо. Бог с ним. Я с других пью, понял? За тех мужчин, на которых всё горит. Все дела спорятся. Давайте. Ну, и за тебя тоже не пью. Ви, Ви, я верну тебе долг, честно, честно. Я расшибусь. Ну, всё, всё. Расшибусь, за себя сейчас. Ты ж меня, ты ж меня знаешь. Ну, ты ж брат мой. Ты ж... Послушай. Ну, всё, всё, говорю, хватит. Всё. Извини. Всё, я забыл всё. Прощай меня, всё. Ты мужик. Ты мужик только зелёный немного. Давайте выпьем за настоящих мужчин. За настоящую мужскую дружбу. И пусть у нас будет. Всё будет. А у них ничего. Вить. Вить, я... Всё. Брат мой. Вить. Вить. Всё. А я просила меня дождаться. Вить. Вить. Душа не болит. Все нервы вытрекла. Если такие нервные, лечитесь. Тоже мне моду взяла за полночью являться. Это мой дом, между прочим. И в свой дом я буду приходить, когда захочу. Это чей дом? Это чей дом? Это мой дом. А я, если ты помнишь, твой отец. И я хочу знать, почему ты возвращаешься так поздно? Позвонила бы, отец волнуется. Да, отца всё, что угодно волнует. Только не я. На всё наплевать, кроме доуча выдолбанной. Не смейся. Почему так разговариваешь с отцом? Где была, говори. Где надо? Где была? Вообще, поздновато ты занялся моим воспитанием. Доброе утро, дядя. Доброе утро. Что, плохо спали? Да, не спала вообще. Да это Витька во всём виноват. Полуночи колорозил со своим Гориным. В чем тут Витька? Таня не ночевала и не позвонила даже. Не позвонила? Ну, а время сейчас какое? Такие кошмары по телевизору показывают, не знаю что и думать. Ну так, а она к Сергею поехала, да? Может она у Сергея? Что ты хочешь сказать, она у Сергея осталась ночевать? Ну так, а чего тут такого-то, тёть Вера? Ну они ж любят друг друга. А потом, разве жена отпустила бы её? Одну, ночью. Ты что хочешь сказать? Она? Ой. Ой. Тёть Вера. Да вы что? Тёть Вера. Ой. Серёж, я заснула. Ты проснулась. Доброе утро. Подождите, как утро? Ой. Как утро? Я что всю ночь приспала? Угу. Не всю ночь, а только половину. Зато как-то очаровательно не спала вторую половину ночи. Угу. Угу. Как волшебно ты её не спала. Серёжа, я забыла маме позвонить. Господи, она же, наверное, там уже… Мамочки. Что? А зачем маме звонить? М? Она же знает, что ты самая новая. Она знает, что я тебя люблю. Она знает, что ты без пяти минут моя жена. Зато ты знаешь мою маму, Серёжа. Угу. Сколько сейчас времени? У… Восемь. Три минуты девятого. Сколько? Угу. Всё, я побежала. Ай! Восемь часов – самое прекрасное время для завтрака. Я ещё что-нибудь приготовлю. Что хочешь? Хочешь яичницу, хочешь омлет. Кофе в постёрку. Хочу домой. Ладно. Ну почему ты меня не разбудила? А что бы ты сделала? Я бы поехала домой. Фантазёрка. Неужели ты думаешь, что я бы тебя отпустил? Я свою любимую девушку на съедение таксистом. Да. Зато теперь меня съест собственная мама. Слушаю. Анечка, это ты? Позови маму, пожалуйста. Тёть Вер! Таня! Алло! Мамуль, это я. Ты меня обрати, пожалуйста. Я тут случайно заснула. Танька! Ну как так можно? Когда ты приедешь? Скоро, мамочка. Очень скоро. Понимаешь, я не заметила и заснула. А Серёжа… Таня, потом расскажешь. Когда ты приедешь? Мы хотели позавтракать, понимаешь? Так, я ничего не понимаю. Приедешь домой, расскажешь. А позавтракать дома можно. Мамуль. Всё, Таня, я тебя жду. Таня, я тебя… Таня… 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 Ну что мама сказала? Таня… Мама сказала, что разговаривать со мной будет только дома. Ну ладно, мы поедем сейчас купим большую-большую корзину цветов и поедем изменяться. Сереж, ну пусти, мне действительно пора домой, Сереж. Никуда твой дом не убежит. Сереж, ну я не шучу, ну пусти, ну пожалуйста. Ну хорошо, 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 ну зачем так нервничать только, а? Ну, может хоть кофе выпьем? Сереж, ну какой кофе? Ты представляешь, я даже маме забыла позвонить. Она наверняка целую ночь не спала. Сереж, а где цепочка? Слава богу! Сережа, спасибо! Ну хорошо, только с одним условием. Если ты пообещаешь, то это ненадолго. Нет, ненадолго. Я сейчас домой, потом в институт, а пока я сразу к тебе. Нет, на работу это не ко мне. Ну как женю к тебе, ну там же ты. Хорошо. Но после женитьбы, я тебя никуда даже на шаг от себя не отпущу. Еще не придумал? А ты? Я? Я никогда! И ни за что! Вадик! Доброе утро! Проснулся? Галя, ты откуда? Вадечка, пора вставать, мой хороший. Где я? Что? У нас. Ты забыл? Я, нет, я помню. Голова. Я тебе таблеточку сейчас принесу. Не надо, не надо. Который час? Сейчас вот, вот, вот. Пью, на работу опаздываю. Ой, подожди, подожди, а завтракать? Подожди, овсяночку, овсяночку давай? Нет, сырники, сырники, нет. Просто кофе с пирожками. У нас-то вчера такие пирожки остались, Вадь, давай. Какие пирожки, Галя, мне на работу? На работу, подожди. А как же, а как же билеты в круиз? Ты сам поедешь за ними? Какой круиз? Ну, по Средиземному морю, Африка, Барселона. Ты же сказал. Что я сказал? Да. И когда? Вчера. Галя, я не помню, я ничего не помню. Подожди, подожди, подожди. Вспомни, ты же вчера пел. Я пел? Да, ты пел романс. А потом ты посвятил мне серенаду. Ты помнишь? А потом ты сказал, Галя, мы уедем с тобой в лето. В лето? Да. Я так сказал. Да. Галчонок, ты меня извини. Я мерзается. Я правда, я ничего не помню. Я, пожалуйста. Подожди, подожди, но ты же пел. Ты же сказал, мы уедем. Мы уедем. Белый пароход, Барселона, Африка. Какая Африка? У меня на работе, Галя, Африка. Оврал. У меня один бандерлог мне сварку поломал, другой напил с огненной воды. Он упал, брюхо распорол. Того, гляди, шакалы приедут к ответственности привлекать. Ну, все, Галя, я, все, не надо. Мне надо домой. Подожди, подожди. Мне зубы потом на работу. Подожди, Галчонок, ну, все, 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 все. Бадик. Галя. Бадик. Ну, все. Галя, ты, иди ты домой. Что ты? Здравствуйте, Танечка. Утренние пробежки совершаем. Вадим, а что вы здесь в такую рань делаете? Зашел Рыбкиных проведать, они мне не чужие. А где же ваша машина? А у меня здесь дела неподалеку. Вот оставил ее там, рядом. А вот вы откуда? Не пристало молодой девушке не ночевать дома? А я? Я была у подруги, мы, мы занимались. Всю ночь занимались? С подругой? Завидная тяга к знаниям. И что же, многое вы учили за ночь? Все, что хотела. Вадим, вы меня извините, мне идти надо, а то еще в институт ехать. До встречи в офисе. До свидания. Надеюсь, Сергей найдет время позвонить Таню Бареновичу. Иначе о хорошем настроении придется забыть. Это снова Татьяна. Я не поняла, что сложно позвонить? Сергей, я жду звонка. Значит так. Если ты, если ты будешь позвонить, тебя ждут большие неприятности. Я к Сергею обращаюсь. Жду звонка. Таня. Это свинство, в конце концов. Ты много себе позволяешь. Позвони мне немедленно. Если ты наглец, думай, что со мной так можно поступать, и это сойдет тебе с рук. Ничего, доча. Не переживай. Ну, перебрал мужик. С кем не бывает. Мама, он же ничего не помнит. Ни про круиз, ни про песни, ни... Ничего. Мы ему напомним. Придет время. Знаешь, мы с вами возьмем. Да. И чужое не упустим. Ты на меня девушка скромная. Не то, что некоторые. Слушайте, ведь целую ночь прогуляла. Бесстыдница. Представляешь, матери каково. Да главное, нас осуждать берется, а сама... Всем доброе утро. Ну, раз здесь нет никого, пойду на кухню поздороваюсь. Может быть, там всех найду. Истыдница. Не говори, мать. Плюй в глаза. Мамуль, привет. Мам, тебе плохо, мам? Мам. Мам. Как же ты могла, дочь? Совсем ни о чем не думаешь. Мам, ну почему я не думаю, мам? Я думаю, но я не позвонила маму, или я действительно очень виновата, мам. Мам, мне стыдно, честное слово. Тебе стыдно только за то, что ты не позвонила? А то, что ты ночевала невеста где? С мужчиной, ты, девушка. Мам, я ночевала у Сережи. Это человек, которого я люблю, мам. Ну почему я тебе должна что-то скрывать, мам? Мам, ну, ну, я же тебе всегда доверяла, мамой. Аня, Тарни. Да что ж это такое-то, а? Я же тебе говорила, Танька, будь разумной, совсем голову потеряла. Что он, Рыбкины, только и говорят, где Танька, да с кем, Танька. Ой, господи, а на этих Рыбкиных, можно подумать, надо какое-то внимание обращать. Да ладно, Рыбкины, он Таня Баринова тебя сколько ждала. Динка пьяный к ней весь вечер приставал. Вот дурак, а. Ладно, с Таней я сама поговорю. Она-то про Сережу все знает. Мам, ты знаешь, мы с Сережей. Таня, извини, я про Сережу больше слышать не хочу. Все. Мам. Я устала, целую ночь не спала. Мам. Все, Таня, у меня болит голова. Что вам? Вы не подскажете Таню о Разбежкина? Скоро будет? Я бы сама хотела знать, когда будет эта Разбежкина. Эта дамочка, знаете, у нас на особым счету. Является, когда захочет, если вообще захочет. Ну, вы тогда передайте ей, что я искала, хорошо? Все непременно. Передам дословно. Я ее искала. Здравствуйте, Вадим Леонидович. И вам не хворать. Жан, сделай мне чай с лимоном. Чай-то поможет. Может быть, лучше рассол? Не умничай. А где у нас Никифоров? Не приходилось. У нас рабочий день когда начинается? В 9.30. Почему никого нет? Ну, как это никого? Я, например, здесь с 9. Тебя я вижу. Где Никифоров? Ну, может быть, на объекте? Знаю эти объекты. 90-60-90. Распоясались. Не фирма, а благотворительный фонд. Вовремя на работу ходят только в день зарплаты. Обнаглели! Явится Никифоров немедленно ко мне. А чай-то? Я чаю дождусь сегодня. Ну, не урод. Папуль, привет. Что пишут? Шмотки от ведущих модельеров в прежней сыне. А что-нибудь поинтересней? А что тебя интересует, кроме шмоток? Ты что, обиделся, да? Обиделся? Ну, не обижайся. Да, я грубиянка, я была не права. Ну, ты же знаешь, я ведь наору, наору, а потом жалею. Ты не орала. Ты выдвигала обвинения. Господи, ну какие там обвинения? Ну, пап, ну ты что? Ну, чего там только не наговоришь под эту горячую руку? Ну, характер у меня такой. Твой. Ну, ты-то у меня умный. Ты же меня простишь. Простишь, дуреха? Прощай меня немедленно! Прощаю. Какая тебя муха вчера окусила-то? Да есть тут одна. Сергей Никифоров называется. Это, который у Горина работает? Что ты в нем нашла? Таких вокруг он миллионы. Не знаю, пап. Я сама не понимаю. Нет, ну вот, те, которых миллионы, понимаешь, они понятные. Вот их позовешь, они тут, как тут. А вот, знаешь, а он, вот, понимаешь, ему наплевать, что я Баринова. Что со мной какие-то возможности, перспективы. Понимаешь? А может, ты ему не нравишься? Да ты что? Конечно, нравлюсь. Ну, я ж чувствую. Он, между прочим, тоже это мне говорит. Ну, вот, понимаешь, вот все равно, ну, ничего у меня не получается. А потому и сердишься. А ты такая с детства. Вот подай мне, что хочу, и все. А тут... Нет, папочка. Тут другое. Понимаешь? Я когда его вижу, у меня прям, понимаешь, у меня сердце готово выпрыгнуть. Таняш, давай договорим вечером, ладно? Это у меня в одиннадцать мэрия. Понятно. У меня люди. Тусечка, ну, прости меня, я свинья. Хитрющая. Прости. Лиса Патрикеевна. Да ладно уж. Возьми трубку. Тебя к телефону. Алло. Танюш, это я. А, и что? Слушай, ты меня извини за вчерашнее, пожалуйста. Ладно, так обстоятельства сложились. Да какие обстоятельства? Ты что, с ума сошла? Я у тебя весь вечер дома просидела, тебя прождала. Ты вообще во сколько вернулась? Я тебе потом все расскажу, ладно? А что, есть все рассказывать? Да. Главное, не сердись на меня. Хорошо? Да ладно, что там? А ты вообще когда в институт приедешь? Ну, думаю, ко второй паре должна успеть. Отлично, я тоже подтянусь. Ну, давай, увидимся. До встречи. Пока. Целую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...